Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус, личный позывной, Роман Третий, Павел, Леонид, Николай. В этом видео, как ни странно, меньше чем за 10 минут, я покажу процесс постройки J-антенны с нуля. Нам понадобится алюминиевый профиль, ну я выбрал 15 мм. Наносим разметку, расстояние между элементами будет 50 мм, отмечено крестиками. Распиловываем, снова распиловываем, нам нужны два элемента, продольные пропила нам понадобятся для зажимов. Свернуемся под элементы, вот такая красота у нас получается. Немножко напильникинга. Засверловываемся под зажимные болты, они нужны для того, чтобы надежно крепить элементы. Сами зажимные болты М6. Вот такая вот готовая конструкция получилась. Это нижняя рейка. Теперь делаем верхнюю. Необходимо выпилить центральную часть, она должна быть разделена диэлектриком. В моем случае я выпилил где-то 2-2,5 см из середины. В качестве диэлектрика, в принципе, подойдет что угодно диэлектрическое, желательно синтетическое. Снова напильник. Вот такой набор элементов. Теперь отрезаем настроечный шлейф. 50-60 см. Снова напильник. Собираем первую часть антенны. Длина вибратора будет где-то 1500 мм или 150 см. Практически полностью собранная конструкция. 2 метра длиной полностью. Остается только вставить диэлектрик. Так, все. В качестве диэлектрика выбрана катушка от ниток, полиэтиленовая. Конструкция собирается легко, просто, надежно. Если болтать, держать за настроечный шлейф. Сама антенна болтается, но при этом элементы не расходятся. Никакой деформации нет. Все отлично. Готовая конструкция в сборе. Так, вот повесил я антенну. Первый этап настройки. Видим, что где-то есть резонанс, но он у нас попал куда-то далеко. Значит, куда он попал. Вот он. Значит, синяя линия, это сопротивление 50 Ом. Вот она, все четко. Минус 3 Ом реактивная. То есть, это емкостная. ПСВ за счет этого 1,1. Ну, великолепно на самом деле. Вот. И комплексная 57 там получается. Ну да, вот 900 пикофарад. 1 нанофарад, грубо говоря. А, нет, 300. 300. Полпикофарада. Но резонанс оказался у нас на частоте 149. Надо опускать. То есть, удлинять вибратор. Все очень просто. Сейчас антенна установлена вот таким вот образом. Вот таким нехитрым способом я антенну установил. В забор деревья халаткнута. Скотчем примотанную антенну. Дроссель запорный уже сделал, намотал. Вот точка подключения. Дождь идет. И вот два более длинных болта. Ну и все. Вот буквально первый этап настройки. Я вот сразу же, вот тут плохо видно. Но я приподнял буквально на 3-4 миллиметра вверх точку подключения. Ну, просто для того, чтобы было видно резонанс куда попал. Все. Теперь остается только немножко удлинить вибратор. Чтобы резонанс оказался на частоте чуть-чуть пониже. То есть, удлинение вибратора производится в одной точке. Вот левый болт необходимо ослабить и опустить перемычку. Включая вот эту настроечную линию. То есть, короткий шлейф. Вместе с ним чуть-чуть опустить. Буквально на пол сантиметра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буквально на пол сантиметра. Буквально на пол сантиметра. Вот. КСВ при открытой калитке на 145-500. Ну, вызывной. Ну, плюс-минус, конечно. Был 1,2. Сейчас получается, что? 1,3. 1,4. И чуть-чуть уехал резонанс. Вот почему антенну необходимо настраивать по месту. Все, а так антенна полностью настроена, получилось чуть выше, опять же, из-за того, что калитка открыта, но в целом по всему диапазону КСВ не выше полутора практически. То есть если вот здесь где-то там 148, наверное, 147, 146, где-то так. Где там граница? Не вижу границ. 10 МГц. Соответственно, КСВ будет где-то 1.2. Сейчас 1.4, но в любом случае это очень хорошая КСВ, можно работать смело без проблем. То есть вот так, антенна настраивается очень легко и просто, видели, вся настройка заняла 5 минут буквально, просто нужно иметь анализатор. Понятное дело, сопротивление сейчас комплексное и вот емкостное, да, 68 пик фарад. Но это вот опять же из-за того, что я калитку закрыл. Земля на себя забирала, что-то там, ну то есть калитка это на себя чего-то забирала. Теперь снова емкость появилась к земле. Вот, ну или к забору. Но, тем не менее, в любом случае антенна полностью настроена в резонанс и может спокойно работать.